Добрый день, меня зовут Анатолий Бомбиза, я предприниматель и сооснователь школы онлайн-школы Древа Мира. За последние два месяца наша школа принесла нам более 1 миллиона выручки, при том, что запустили активно мы проект только шесть месяцев назад. Как выбрать нишу для онлайн-школы? Для того чтобы ответить на этот вопрос вам нужно понять вы эксперт или вы продюсер. Если вы эксперт, то для вас скорее всего на текущий момент уже этот вопрос не должен иметь актуальности. Если вы эксперт, это значит, что вы уже определились со своим предназначением, со своей нишей и уже достигли в ней какого-то успеха и готовы к тому чтобы выйти на какой-то новый уровень масштаба. А вот если вы продюсер, то здесь ответ на этот вопрос он более интересный, потому что выбор ниши он зависит от следующих вещей на мой взгляд. Сейчас вообще время практических курсов, то есть нужно смотреть в сторону курсов, которые формируют у слушателей какой-то навык, практический навык, каким-то образом меняют их жизнь к лучшему. Самое простое это освоение новой профессии, либо переход на новый уровень, улучшение своих профессиональных качеств. Это вот первая область, в которой стоит искать. Вторая область это все, что связано с счастьем, здоровьем, личным развитием. В первую очередь те ниши, где действительно можно за достаточно короткий срок, от одного до трех-шести месяцев, можно сформировать у человека новые навыки. Второе, что должен сделать эксперт при выборе ниши, он должен сделать такой краткий конкурентный анализ. Он должен посмотреть, какие существующие успешные уже онлайн-проекты школы есть в этой теме. Посмотреть их вебинары, посмотреть, сколько человек приходит к ним на вебинары, посмотреть их в социальные сети, сколько у них подписчиков, какая активность подписчиков. То есть, если уже в нише есть конкуренты, это говорит о том, что и конкуренты успешные, то это говорит о том, что в принципе есть спрос, и можно в эту нишу идти и конкурировать с ними. И третье, на что нужно посмотреть, это оценка спроса. Для этого можно зайти в Яндекс.Ворд.Старк, есть такой прекрасный сервис от Яндекса, и вбить там, например, обучение или курсы в вождение, и посмотреть, сколько человек в месяц интересуется этим запросом. Там есть такой параметр, как частотность. И вот если вы видите, что в Word.Старк частотность запроса целевого сотни или тысячи запросов, значит, очевидно, люди хотят это получить, хотят этому научиться, и у этой ниши может быть потенциал. Я хочу вас пригласить на бесплатный вебинар от Акселератора, на котором вы узнаете пошаговый план запуска своей онлайн-школы. На этом вебинаре будет подробно разобран каждый шаг, который вам необходимо понимать для того, чтобы у вас все получилось. Регистрируйтесь на вебинар под этим видео, приходите, изучайте. Я желаю вам успехов на этом пути.